всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом видео представляю вам свой первый мастер класс на вязальной машине кто смотрит меня постоянно тот знает что недавно я приобрела вязальную машину и каким-то образом я умудрилась получить свой первый заказ еще до того как пришла моя вязальная машина то есть наивно полагая что сейчас я быстренько вжик-вжик и свяжу этот шарфик наверное как все кто никогда не вязал на машине и не видел этого процесса я думала что сейчас у меня все быстренько получится но не тут то было дальше вы увидите какие манипуляции с этим шарфиком необходимо проделывать меня попросили связать этот шарфик прислав фотографию и я вам сейчас показываю лисичку которая должна была получиться и на основе полученных знаний которые я смогла найти где-то и освоить к тому моменту я сделала свои собственные расчеты и связала вот свой такой шарфик мне кажется у меня получилось неплохо для вас я записывала видео о том как я это вязала и составила файл с описанием всего процесса то есть все по полочкам разложено где сколько петель набрать где какие прибавки сделать где сколько рядов провязать и для тех кто соберется вязать такой шарфик вам не надо будет тратить время на расчеты то есть с этим файлом у вас будет такой план по которому вы точно сможете связать это изделие если у вас нет машины в принципе вы можете взять за основу эти расчеты и связать этот шарфик вручную но если брать за основу мои расчеты то придется вязать маленьким размером спец либо пересчитать все под свою плотность вязания ссылочку на файл с описанием я оставлю под этим видео как всегда вы можете перейти по этой ссылке и для себя приобрести этот файл я очень надеюсь что эта лисичка вам понравилось кстати напишите об этом обязательно в комментариях и этот мастер-класс будет вам полезен если вы захотите связать такую же и так давайте начинать пряжу я как всегда заказывала на сайте настенька и вот что мне прислали в этот раз этот раз у меня пряжа именно для этого проекта и так вот это оранжевая пряжа context пряжа для ручного вязания называется шалунья light 600 метров в 100 граммах и здесь у нас состав сейчас я найду а вот 55 процентов шерсть мериноса 45 процентов акрил вот такая вот рыженькая пряжа и я хотела чтобы у меня были беленькие вставочки но это пряжа совсем не белая придется поискать что-то другое ну а черная подойдет конечно мне нужны будут черные лапки все это я взяла лизе ангора gold здесь также ну наверное все эту пряжу уже знают так цвет номер 60 80 крил и 20 процентов шерсть и так сейчас мы свяжем лапки вот такие вот у нас будут лапки кончики черненькие сами оранжевенькие и сначала мы свяжем вот такой прямоугольник потом мы эти лапки будем сшивать итак поехали на игольницы отбираем 20 иголок по 10 в две стороны от 0 далее я беру черную ниточку и начинаю набирать петли обвития вот так вот обвиваем ниточкой каждую иголку все набрали пододвигаем набранные петли сильно затягивать набор не нужно иголочку заправляем калетку все рабочая плотность провязываем первый ряд на счетчике у нас 0 провязали первый ряд смотрим провязалась ли последняя петелька вот она у меня тут не провязалась ию подхватываю так я первые ряды пока иголки выдвину так вяжем вторую точно так же здесь выдвину пока иголки идти теперь вешаем грузики и провязываем всего по счетчику 30 рядов все 30 рядов провязали сейчас мы обрезаем нить я оставляю такую ниточку длиной чтобы можно было потом заправить ее в иголку и сшить меняем ниточку заправляем в каретку нитку здесь мы придерживаем чтоб она у нас не выскочила и провязываем все проверили что здесь все хорошо провязалась вяжем еще 40 рядов все связали теперь обрезаю рабочую нить точно так же чтоб у меня был запас чтобы я могла вставить ее в иголку беру бросовую ниточку заправляю в каретку и провязываю бросовой нитью еще несколько рядов ну вот так вот хватит теперь бросовую ниточку я отрезал нужно и снимаю петлю убираю грузики и идем отпаривать нашу деталь и так сшивать мы лапки будем сначала вот здесь вот стянем петельки дальше идет матрасный шов я уже по черному здесь пока вам не буду показывать этот шов потом на шарфики покажу а здесь края мы собираем вот эти вот петельки которые нанизывали на иголочки обмотку делали вот мы их вот так вот на иголочку поднимаем и стягиваем все дальше я делать буду матрасный шов теперь вяжем ушки я набрала на 20 иглах метод обкручивания 20 петель начинаем вязать провязываем выдвигаю иглу хорошо все провязалось вешаем грузики так теперь еще два ряда берем деккер 3 ушку и начинаем делать убавки выдвигаем 3 иглы толкаем их обратно петли перешли на деккер теперь перевешиваем на одну иглу и выдвигаем эти три иглы с этой стороны делаем то же самое сняли перевесили все таким образом мы сделали по одной убавки с двух сторон провязываем два ряда и так продолжаем делать убавки пока у нас не останется 6 петель последние две убавки делаем двух ушковым деккером нас на иглах останутся 4 петли и затем будем делать прибавки сейчас я провяжу до того момента и вернусь к вам и так вот о чем я говорила 4 иглы у меня осталось 4 петли теперь я начинаю делать прибавки то есть я точно так же снимаю две петли последняя убавка у меня было двух ушковым деккером потому что петель уже мало так и перевешиваю петли на одну иглу вправо сдвигая их так выдвинула теперь удобнее вот этим деккером 1 ушковым деккером я подхватываю вот эту петлю предыдущего ряда и перевешиваю ее на пустую иглу так в эту сторону я делаю точно такую же прибавку то есть вот я переношу вправо на одной иглу и 1 ушковым деккером подхватываю петлю с предыдущего ряда и навешиваю ее на иглу все провязываю два ряда между всеми прибавками у нас два ряда все теперь меня 6 петель я дальше работаю трех ушковым деккером точно также выдвинули и перевесили на одну иглу вправо подняли петлю предыдущего ряда перевесили на пустую иглу так влево и вот здесь все так мы продолжаем делать прибавки влево и вправо пока у нас на спицах не будет 20 петель все я сделала все прибавки у меня теперь 20 петель на иглах как и в начале и теперь я одно ушковым деккером над петельки которым мы набирали в начале вернее те петельки которые мы набирали в начале я навешиваю на иглы все все петельки у нас на иголках придерживаем рукой провязываем один ряд в этом месте мы сейчас сделаем вот этими ниточками шов то есть мы сошьем ушки а здесь эти петельки мы снимем на брусовую ниточку заправляем брусовую ниточку придерживаем хвостики придерживаем вязание и провязываем несколько рядов ушка готова сейчас я возьму иголочку и сошью вот здесь вот эти боковые части ну естественно надо отпарить и так я только что отпарила связанную часть головы первую часть да и вот примерно уже можно увидеть что у нас должно получиться пока конечно же ничего не понятно итак давайте расскажу про голову и так набираем мы обвитием 10 петель черной ниточкой и провязываем 12 рядов все далее переходим на рабочую нить оранжевого цвета и вяжем голову сначала значит мы вяжем прибавки делаем в каждом третьем ряду то есть прибавки делается точно так же как я вам показывала на ушках 3 ушковым деккером в разные стороны до сняли 3 петли перевесили их и добавили из предыдущего ряда петельку на пустую иголочку все провязываем в каждом третьем ряду прибавка всего вот это вот место занимает у меня семьдесят два ряда 12 плюс 72 получается 84 ряда то есть на восемьдесят четвертом ряду вы заканчиваете делать прибавки далее провязывайте 30 рядов без прибавок в этом месте мы с вами на второй части вставим ушки и я это вам покажу конечно же отдельно далее мы делаем убавки здесь убавки делаются в каждом втором ряду точно также трех ушковым деккером с двух сторон 20 рядов с убавками потом 20 рядов с прибавками опять то есть здесь мы вышли на пятьдесят восемь петель то есть моя расчетная ширина шарфика 58 петель здесь убавили и снова вышли на 58 петель то есть голова у меня равна ширине самого шарфа все теперь я вот эти вот петельки которые набирала подниму на игольницу и в обратном направлении свяжу точно такую же деталь только вот здесь вот остановлюсь и ввяжу туда ушки об этом расскажу чуть позже и так смотрите при помощи одно ушкового деккера я подвесила петли вот этого носика черной детали до на иглы 10 игл у меня 10 петелек и каждую петлю я прихватывала за две ниточки для того чтобы вместе соединения было все более плотненько и ничего не растянулось и еще обращаю внимание изнаночной стороной к себе подвешиваем так все придерживаю ниточку я вставила ее в каретку и начинаем вязать провязываем первый ряд все провязали подвесили сюда грузик второй ряд начинаем делать прибавки вспоминаем до 3 ушковым деккером перекинули 3 петли вправо отсюда подняли из предыдущего ряда петельку повешали ее на освободившуюся иглу с этой стороны точно также 3 петли перевесили влево и вот отсюда из петли предыдущего ряда подхватили петельку и повешали ее на освободившуюся иглу так провязываем 3 ряда и так далее продолжаем делать прибавки до 72 ряда кстати на счетчике я изначально выставила 12 рядов чтобы не путаться со своими расчетами и не пересчитывать в каком ряду мне нужно остановиться то есть как будто бы я начала точно также вязать от носика и так смотрите я не довязала так скажем голову до конца смотрите в каком месте я остановилась вот у меня здесь место где мы вяжем 30 рядов без прибавок и вот здесь я провязала 20 рядов вот на этом уровне я сейчас буду ввязывать туда ушки смотрите то есть 20 рядов у меня сейчас провязана я из каретки так вот убираю ниточку просто ее убираю сюда где-нибудь ее зацепляю чтобы она нигде мне не мешалась все нитку пока не отрезаю беру бросовую ниточку заправляю ее в каретку и провязываю бросовой нитью ну рядов 10 все провязали бросовую ниточку я обрезаю и срезаю полотно вот что у нас с вами должно получиться сейчас мы подвесим сюда ушки и потом повесим мордочку и так как мы будем привязывать уши голове смотрите значит голову мы уже с вами сняли на бросовую нить и пока от оставили в стороне так теперь вязание у нас на 58 иглах по крайней мере по моим расчетам то есть 29 игл в одну сторону 29 в другую смотрите я отступаю от края вот здесь вот не видно наверно 4 иглы и навешиваю сюда одно ухо сейчас я буду навешивать 2 и покажу вам как это будет выглядеть и итак смотрите вот наше ушко и вот этим рядом вот видите изнаночная строчка здесь этим рядом мы с вами объединяли две детальки вместе и вот эта деталь должна у нас смотреть туда за машину да поэтому мы будем подвешивать вот с этой стороны итак смотрим вот между петлями бросовой нити есть мои петельки оранжевые вот это крайний ряд за эти петельки я сейчас буду подвешивать ушко на игольницу с краю вот там где у меня 29 петель от центра вот 29 здесь у меня игл стоит они у меня выдвинуты вот здесь уже с краю я отсчитываю 20 игл то есть у меня 20 петель на ушки и между ушками у меня остается 10 игл смотрите вот сейчас на эти 20 петель я буду подвешивать ушко вот теперь поехали так раз следующую петлю нахожу 2 можно их выдвигать сюда вперед чтобы они уже наверняка не слетели так 3 и так далее подвешиваем все 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 наши петельки у меня конечно же разноцветная бросовая ниточка ладно тут не перепутать розовый и оранжевый цвет лучше чтобы бросовая нить было контрастного цвета все навешиваем все 20 петелек смотрите все петельки у меня на месте я сейчас распускаю бросовую нить она нам больше не нужно заодно мы проверим все ли петли у нас попали на игольницу все хорошо все петельки на своих местах вот два ушка у меня висят теперь точно таким же образом сюда же на иглы возвращаем наше полотно мордочки лисы то есть здесь между бросовой нити точно также ищем свои петельки и навешиваем их на иглы то есть начинаю с двадцать девятой петли в правую сторону и все петельки у меня должны навеситься до двадцать девятой петли в левую сторону от центра игольницы точно так же где у нас навешаны уже ушки на эти же иглы попадают вторые петельки от мордочки лисички итак все мордочку я навесила проверили количество игл чтобы у вас все совпало нигде никакие петельки не пропущены все на местах вот так вот ушки за за мордочкой и сейчас я точно также распущу бросовую нить чтобы она мне не мешала и еще раз убежусь что у меня все все петли действительно на своих местах все все отлично нить у нас заправлено в нити вот провязываем один ряд все у нас соединились в этом ряду ушки и мордочка и довязываем те 10 рядов которые мы не довязали то есть нам надо было связать 30 рядов я связала 20 и сейчас еще довязываем все 10 рядов провязаны вот посмотрите ушки у нас на месте и теперь я провязываю 20 рядов делая убавки в каждом втором ряду и так на счетчике 154 ряда точно так же как и в первую часть я вязала дам только не забудьте когда вы будете скидывать свои изделия на бросовую ниточку эти ряды отменить от минусовывайте сразу же чтобы потом не запутаться вот все голова моя закончена можно начинать вязать длину шарфа сам шарф и вот здесь вот рядом я навешиваю на игольницу свою вторую половинку головы то есть у меня шарф потом сложится и будет один шовчик и посмотрите вот здесь будьте внимательны то есть вот у нас изнаночная сторона это тоже изнаночная сторона и если мы их сложим пополам до когда будем сшивать шарфик у нас здесь ничего не должно перекрутиться вот вот в этом будьте внимательны все я сейчас до конца навешиваю свою вторую половинку шарфа и начинаем вязать длину здесь уже никаких прибавок никаких убавок просто вяжем прямое полотно той длины которой вам необходим шарф и так девочки смотрите я длину шарфа провязала у меня получилось 400 рядов то есть вы смотрите там по своей плотности по своей по своим предпочтениям до какую вам длину необходимо вот и то хочу сказать можно было бы так же как и ушки во время вязания ввязать сюда ножки то есть в определенном месте я планировала выдвинуть иглы как-то аккуратненько вот это вот все отодвинуть так чтобы видно было где там у меня нога то есть снимать петлю там подцеплять но это очень кропотливо я решила что я не буду мучиться и ноги пришью уже на готовое изделие то есть тогда когда она у меня будет отпарено отглажена и я увижу где в каком месте нужны мне ноги я сейчас выдвигаю иглы половины шарфов передние нерабочие положение на каретке включая частичное вязание и сейчас буду вязать одну половину хвоста то есть что я буду делать сначала я провяжу 20 рядов делая убавки точно также как мы делали убавки вот здесь вот на голове вот у меня тут есть отглаженная часть тут хорошо видно вот точно также я сделаю убавки к хвосту и затем не буду делать таких резких прибавок а прибавки у меня пойдут в каждом пятом ряду для того чтобы хвостик так медленно у нас наращивал свою ширину все я сейчас вяжу хвостик сначала с одной стороны потом выдвигаю с этой стороны иглы на этой стороне провяжу хвостик и покажу вам что у меня получилось сейчас в процессе вязания если что-то у меня пойдет ну как бы возникнут какие-то моменты которые стоит вам показать в принципе уже все понятно да мы уже с вами делали убавки делали прибавки везде все одно и то же то есть я вам просто это опишу в текстовом формате сколько и где точно я сделала убавок и прибавок и вы все поймете вот посмотрите частичное вязание у меня включена у меня каретка провязывает только вот эту часть игл эти иглы остаются нетронутыми то есть я снова делаю палочку переставляю петли на соседние иголочки и скидываю на них но сейчас я иглы не выдвигаю потому что у меня включено частичное вязание вот эти иголочки которые у меня уже отработали я увожу в заднее нерабочее положение все с этой стороны я точно также делаю убавку и провязываю все вот таким образом у меня сейчас петли убавиться и дальше я буду вязать длину хвостика и так довязала я лису хвост уже не стала снимать поздно вязала и не охота было уже снимать в общем я все вам прибавки и убавки объяснила как делаются все для вас записала короче будет отдельный файлик где я все описываю где все рассказываю сколько где каких убавок и прибавок я делал поэтому уже одно и тоже как-то не хотелось мне снимать в общем вот такая вот получилась у меня лисичка по-моему она похожа действительно на лесу вот ушки такие то сейчас они лежат если как бы голова будет висеть то они вот такие вот будут оттопырен и вот глазки приклеены на клей здесь ушки я связала отдельно крючком из такой же белой пряжи что и хвост вот крючком просто убавляла столбики обыкновенные столбики без накида и вот такие треугольнички два треугольничка связала и сами вот эти вот треугольнички я пришила чуть чуть ниже чем у меня здесь вот выходят из головы ушки для того чтобы вот именно они вот так вот не висели а вот так вот стояли так вот я сделала лапки просто пришила к так скажем к туловищу потайными стежками здесь я прошивала насквозь чтобы стежков не видно было с обратной стороны это вот так вот на изнанке вот так вот выглядит вот то есть подразумевается что у лисички есть все-таки лицевая сторона и поэтому намки лапки так пришиты в принципе я потом уже подумала можно было бы их вот сюда вот вот в эти швы вшить но эта мысль мне пришла уже позднее так что если что имейте ввиду попробуйте вот в эти швы лапки вставить то здесь же мы все прошивали матрасным швом вот шовчики в принципе получились вот такие вот незаметные так вот это вот все выглядит ну все я надеюсь вам понравилось это лисичка и с моим описанием я думаю что у вас все тоже получится так что если есть машинка берите находите вот такую пряжу и вяжите пряжу я брала как я уже сказала в пряже настенька ссылочку также оставлю внизу на них потому что вот такую яркую рыжую пряжу я нашла только в настеньке не в магазинах в городе не было нужной пряжи не в интернет магазинах где бобиная пряжа я такой рыжий цвет не нашла а вот именно в пряже настенька вот эта пряжа как раз того цвета который здесь подходит больше всего попалась и для машинной вязки то есть для машины 5 класса по толщине она как раз подходит это пряжа ну все всем пока пока желаю вам каких-нибудь интересных проектов хорошего настроения удовлетворения от ваших визуальных процессов с вами была юля и мой факультет рукоделия пока пока